всем привет youtube привет вот очередной градовый капотик это у нас хундай солярис вот вот эта накладочка номера прям под цвет получилось это для тех кто когда хозяева не хотят специально как бы предупреждают что не хотим чтоб наши номера там видели но ради бога пожалуйста и так значит вот он капотик он дай соляри сейчас посмотрим что с ним как мы уже увидим машинка попала под город хозяин сам считал считал порядка 150 грани но когда я поставил лампу тут их оказалось немножко больше 151 шучу но тут на наград граден под 250 будет точно вот попробуем поработать с ним что у нас есть вот мы поставили вот таким образом на стол чтобы опять же вот заводские технологические отверстия попытаться максимальное количество что возможно отработать вмятины вот эти вот почему потому что народ очень часто на новых машинах не любит чтобы там что-то вот для того чтобы гайки откручивали вот там а можно ее не снимать а можно и на нее просто посмотрите чтобы она стала целая ребят таких чудес не бывает в конце концов людям если непонятно пусть делают другом месте вот мы не волшебники мы еще только учимся на волшебников и выучимся или нет неизвестно поэтому в данном случае объяснить надо людям что надо снять вот а когда сказал что тут где-то засверлить пару-тройку дырок человеку прям чуть ли плохо не стало начинаешь это объяснять глаза вылупляют а можно не надо это примерно так же как я себя веду когда к зубному врачу попадаю шутка конечно но в каждой шутке есть доля правды ну и так приступаем попробуем я пообещал что если будет такая возможность я там где нету доступа постараюсь сделать клеем посмотрим что заметал на этой машинке как он себя ведет но и все остальное по фильму станет ясно приступаем продолжаем значит вот инструмент чем я делать буду металл достаточно мягкий послушный вот сделал пару-тройку вмятин от крючочками для сложного доступа я такой наборчик себе купил в цате по акции в общем-то задешево еще раз повторюсь у меня крючков как бы немало но мои крючки это и плюс и минус и того и того как говорится и самодельного и ручного инструмента который я сам делал мой инструмент мои ковырял очки их тут немало их можно там сгинать подгибать этот инструмент каленый и в этом его и плюс и минус то есть у меня теперь комплектик подобрался тот что мне нужен то что я хотел и ручной который можно подгибать и столистый который как бы упертые работает достаточно хорошо так что по инструменту понятно вот буду и клеевой тут делать металл достаточно послушный играть в общем то не такой уж страшный или в принципе уже после того что пройдено особо испугать меня не чем вот рад в общем то можно сказать небольшой аккуратный естественно по доступу тут особо не разгонишься вот большинство тут вмятин скрыто под вот это металлом и еще раз повторюсь сейчас попробую работать клеевой по вполне неплохо будет работаться и клеем ну посмотрим дальше что получится стараюсь работать так чтобы не забивать но это пока я пока работал крючками вот в принципе металл послушный как вот с клеем получится посмотрим то есть желательно не выдергивать больших плюсов чтобы потом их не забивать и лишний раз металл уже травмированный не травмировать стараться работать надо аккуратно посмотрим что из этих моих планов получится только что я выдернул вот здесь вот есть маленький плюсик в принципе вот они грибочки вот такие самые маленькие очень даже неплохо работают самое главное еще раз повторюсь вот не выдергивать больших шишек которые потом будет проблемно забивать вот так принципе еще раз повторюсь металл довольно таки неплохой как бы поначалу работать нормально смотрим что получается я на увеличении чтоб все дефекты были вот видно для начала вот так вот первоначальная как бы правка управляется все такое на грубую такие вот вмятины делается понятно там вокруг них где-то микро складочки металл слегка поджеванный вот видно а потом убираются мелочевка которая вот мы видим видно то есть сначала идем по пути как говорится наименьшего сопротивления делаем то что лежит как говорится на поверхности грубые такие большие вмятины я делаю в основном клеем потому что как вы понимаете большинство этих вмятин лежит крючками особо недоступно поэтому делаю клеем вот тут расположился в принципе вот так вот для меня удобно вот такой туберет у меня можно на нем там выше ниже прыгать и вот вот такое вот рабочее место получается потихонечку поднимаю забиваю поднимаю забиваю а потом когда уже будет поверхность вот такая вот как здесь вот в этой зоне вот без вот таких вот вмятин потом будет вторая стадия уже исходя из того что получилось буду выводить все остальное почему потому что здесь находится так называемый паук она где-то приклеен там на герметик каких-то местах что-то где-то тянет что-то где-то прослаблено и поэтому вот таким образом я делаю сначала по всей детали по всей детали вот вмятины убираются крупные так сказать по принципу такому сначала делается ну условно крупные вмятины остаются средние делаем средние остаются мелкие делаем мелкие остается чистка так называемая вот по такому принципу и буду делать делается сразу потихонечку вся деталь от простого сложному и от большого к маленькому а вот еще раз покажу что у нас сейчас получается и что так сказать еще нам предстоит сделать очень хорошо видно вот это мы подчищаем и потом выводится все до мероприятия вот потихоньку без крючков все это дело под распрямляется но опять же распрямляется первоначально потому что доступа крючками особо тут не долезешь даже такими вот хитрыми так что приходится делать чтобы не не сверлить делать клеем в принципе как видно получается неплохо да вот тут он такой металл немножко пожеванный получается это видно но тем не менее первоначальная оправка нормально получается вот так иногда бывает когда много вмятин пару грибков берешь таких вот маленьких один приклеил второй приклеил пока этот как говорится отдыхает этот уже можно дернуть и так берешь и в принципе сразу сколько на нас десяток вмятин первоначальный подъем осуществляешь потом берешь их всех забил и опять по чуть-чуть удобно как бы экономит время вот такая вот маленькая помощница получается когда хочется сделать ну побыстрее но опять же это побыстрее не должно быть так сказать помехой в качестве ремонта вот а именно просто напросто иногда можно вот так более быстро все делать когда температура окружающей среды совпадает нормальный уходит приклеил второй приклеил этот пока остывает этот можно дергать и так дальше и потихоньку потихоньку можно как бы сразу десяток мятинок приподнять